Денис, приветствую тебя. Привет, привет. Орговая сессия среды, время нашего с тобой, совместного эфира. Ну и, как и всегда, перед важными событиями, которые впереди. Протоколы сегодня-завтра, отчет по инфляции потребительских цен, а в пятницу данные по промышленной инфляции в США. То есть будет интересно, как минимум волатильно. Да, попробуем определить наиболее вероятное развитие событий, но все может быть иначе. Поэтому обязательно, друзья, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов и так далее. Это прям принципиальнейшие вещи, которые нужно соблюдать. Денис, в целом, как у тебя настрой в отношении бакса и индекса доллара? Продолжится ли ралли с учетом повестки предстоящих дней? Я помню, в прошлый раз ты как раз обозначал потенциал роста этого актива. Изменилась ли твоя точка зрения? И видишь ли ты где-то более высокие значения, новые локальные максимумы? Знаешь, достаточно позитивные, я бы сказал, ожидания. Конечно, особенно в пятницу может немножко настроить и поутихнуть, поменяться. Но исходя из того, что есть у нас именно здесь и сейчас, то да, я все-таки за локальное продолжение роста. Причем, как видишь, мы движемся вообще без коррекции, с небольшими остановочками. Но в целом, да, я думаю, что где-то к 103 нас допихают. Возможно, даже на этой неделе. Так, понял. Ну, давай тогда чуть подробнее обсудим. Я предлагаю сегодня индекс доллара посмотреть. В качестве рисковых инструментов можно еврофунт, золото. Тоже интересный актив. Актуально. С учетом текущего локального такого обвала, который кто знает, куда может зайти дальше. Давай тогда с меня начнем. Так, момент. Так, индекс доллара как раз у меня открыт. 102.4 текущие котировки. Видимо, то, что действительно доллар в последней торговой сессии воспрял духом. Доллар получил солидную поддержку после выхода данных по Non-Farm Perils. И все потому, что трейдеры вынуждены были пересмотреть свои ожидания касательно масштаба смягчения американской монетарной политики. И сейчас, еще до пятницы, был сценарий, при котором ФРС мог согласовать снижение ставки на 50 байсных пунктов. То есть сейчас это уже нереалистично. Даже FedWatch Tool указывает на то, что шанс для этого нуля и воля. Трейдеры готовятся к снижению ставки на 25 байсных пунктов. И сейчас локально три дня испытаний для покупателей американской валюты. Протоколы, отчет по инфляции основного инфляции потребительских ценных промышлений, инфляции в пятницу. Вот сейчас есть шансы у продавцов перехватить инициативу. Если по итогам этой недели мы поймем то, что покупатели все-таки смогли удержать доллар на локальных максимум, то там уже, конечно же, появятся предпосылки для еще большего роста на сомнениях в том, что ФРС вообще будет активничать в вопросе снижения ключевой процентной ставки. Наверное, нет смысла сейчас разбирать нонфармы. Они уже как-то позади. Уже торговая сессия среды. Кому было интересно, уже все посмотрели какие-то цифры, показатели. Ну, отмечили, что на основании одного релиза, конечно же, судить о тенденции еще слишком рано. И нужно делать осторожный вывод с этим. Даже сами чиновники американского регулятора по-прежнему делают акцент на то, что анализируя медиану за последние шесть месяцев, все-таки рынок труда больше испытывает проблем, нежели чем выбирается из этих трудностей. Данные по инфляции. Завтра ожидается снижение показателя. И если все-таки инфляция по-прежнему имеет какое-то значение для федерезерва, то реакция рынка должна быть логичной и может быть логичной, точнее. На снижение инфляции локальная инициатива может снова дойти к продавцам. Я попробую все-таки сфокусироваться сейчас на вот этой потенциальной фундаментальной поддержке, может быть, немного визуализируясь со своей стороны. И это попытка как раз увидеть отработку этого фундаментального фона, если рынок все же поумерит свои ожидания относительно осторожной позиции федерезерва. Я делаю большой акцент на фундамент, протоколы, на инфляцию. И на то, что мы все-таки, Денис, можем увидеть локальный коррекционный откат с текущих значений. Так, что касается рисковых инструментов, фунт активно валится вниз. 1,3063 мы сейчас прибиваем в локальный уровень поддержки. Конечно же, сейчас преимущественно давление на рисковый инструмент оказывает восстановление курса американского доллара. Я бы рекомендовал уже здесь дождаться возвращения британской валюты в район отметки 1,30, как психологический рубеж, где можно будет уже искать в качестве реакции на этот уровень покупки. Тем более, в целом, по фундаментальному фону отмечу, что очень большой акцент сейчас Банка Мангрии делается на все еще высокие инфляционные риски. И, наверное, если наложить последнее ралли рынка черного золота, рынка нефти, на то, как он может влиять на инфляцию, то чиновники Банка Англии, может быть, даже не только Банк Англии, могут увидеть в этом предпосылки для усиления инфляционного давления по прошествии определенного временного лага. Например, через месяц-два, когда ралли цен на нефть начинает сказываться на логистике и стимулирует инфляцию. У меня представление о британской валюте как об инструменте, за которым будет стоять не такая мягкая монетарная политика, как для других центральных банков. То есть я все еще думаю, что Банк Англии останется, может быть, одним из последних регуляторов, который начнет агрессивно снижать подсветную ставку только лишь потому, что там очевидны вот эти еще инфляционные риски, чего стоит только Росцен в сфере услуг и высокие показатели индексации заработных плат, средний показатель роста заработных плат сейчас выше 5%, то есть это выше, чем в любой развитой экономике. Поэтому здесь лучше, наверное, искать на долгосрок и средний срок возможности для открытия длинных позиций и ориентироваться сейчас на тестирование поддержки уровня 1.30. Так, что касается золота, 2609 долларов за тройскунцию, конечно же, сейчас, поскольку, слава богу, кстати, мы не увидели новости и не столкнулись с фактом скалации геополитической напряженности, вот этот весьма негативный по последствиям потенциальный ответ Израиля и вероятный удар по Ирану, до этого дела пока не дошло. Уж не знаю, следствие ли это просто какого-то миротворческого посылу со стороны США и Запада, либо все-таки это адекватное решение, которое полагает, что никому не нужна еще одна там полноценная война со всеми утекающими отсюда последствиями. Поскольку рынок драгоценных металлов не столкнулся с фактом скалации геополитической напряженности в рамках этой недели, не последовало ответа в начале этой недели, как прогнозировалось многими экспертами, я думаю, что какой-то период времени на тормозах эту тему будут спускать, и Ближний Восток уже не будет провоцировать повышенный спрос на золото как защитный инструмент. Также последняя новость о том, что Китай уже 4 месяца подряд, по-моему, золото не покупает, это, кстати, надо еще проверить, но вроде бы как точные данные от Всемирного Совета по золоту, и, соответственно, отсутствие энтузиазма со стороны центральных банков, может быть, никто не хочет закупаться на таких высоких значениях по золоту, ожидая уровня пониже, чтобы вернуться к этим длинным позициям. И фактор давления на золото еще доллар, который, как мы уже отметили, локально сейчас растет, и следом за долларом идут вверх доходности американских облигаций. Я также еще смотрю на рыночный сантимент, о маркет. Сейчас он примерно 65 на 35, то есть 65% уже в длинных позициях. И на своем брифинге я сегодня говорил, что если дождаться прям хороших значений, то можно получить возможность открытия сделки хороших значений от 70-30, такие традиционные по анализу сантимента. Можно получить возможность для открытия движения в расчете на какой-то импульс, в данном случае развития нисходящей динамики. И с учетом всех вот этих факторов, да, понятно, что, скорее всего, золото будет испытывать трудности дальше. Я бы предположил то, что при неизменности текущего новостного фона золото может провалиться там до уровня 2,550. Это агрессивная ставка. И, пожалуй, я возьму за основу, опять же, ориентиры тем, кому интересно, кто уже в коротких позициях и ждет более низкий ценовой уровень, может смотреть на те значения, которые я как раз озвучил. В общем, по золоту я скерчил. Так, Денис, слово тебе. Знаешь, некоторые, вот особенно я не ожидал, что у нас по золоту сойдет сомнение. Это так, чуть-чуть забегаю наперед, но в любом случае сейчас все это покажу, объясню чисто со своей колокольни. Так, индекс доллара. По индексу доллара ситуация достаточно простая. То есть у нас внизу было сделано накопление и затем получили распределение вверх. Причем мы видим, что это распределение сделано без каких-либо коррекционных движений. То есть там небольшие остановки, две всего были сделаны. И мы видим продолжение. Вообще у меня цель, скажем так, промежуточная цель роста в районе 103.06-103.35. Это диапазон вращения. То есть я не могу сказать, что это прям какая-то сильная такая область, но все-таки она частенько дает реакцию по цене. То есть мы видим, что предыдущие подобные области, они в принципе достаточно неплохо срабатывали. Поэтому здесь я постарался вот так больше ее конкретизировать. Если брать прям чисто по уровню вращения, то это 103.35. Ну снова таки, смогут ли туда дойти без коррекции, это вопрос. То есть здесь пока уверенности нет. Скажем так, если коррекция будет, есть у нас две зоны покупателей. Значит, 101.57, 101.85. И следующая зона, но она находится низкой, я очень-очень не уверен, что до нее достанут. Это 100.87 и 101.13. То есть до нижней зоны я прям думаю процентов 10 вероятности, до ближайшей процентов 50. То есть могут как с текущих улететь вверх, так и в случае, если, например, сделают коррекционное движение вниз, то тогда уже от ближайшей зоны, которая также сочетается у нас с локальным уровнем поддержки. То есть вот у нас локальный уровень, который цена пробила толком без реакции. И отсюда могут пройти вверх. Либо же, если коррекции не будут, то буквально с текущей. То есть здесь гадать я, честно, смысла никакого не вижу. То есть видно, что да, цели вверху у нас еще выше 103 есть. Но если вдруг делают выброс вниз, то мы четко понимаем, откуда покупать. То есть 101.57, 101.85 – прекрасный диапазон, причем подтвержденный диапазон для будущих покупок. Это если дадут коррекцию. Если проводить все то же самое с позиции евро, значит по евро у нас ситуация следующая. Мы сейчас прямо торгуемся в районе полуторной маржи, полуторная маржинальная зонка. Она редко на самом деле разворачивает цену, особенно учитывая ситуацию по опционам. У нас самая ближайшая опционная поддержка действительно находится на 1.09.65. То есть это вот прям самое-самое ближайшее по неделе, частично по месяцам, то, что у нас есть. Но я бы сказал, что более сильная часть все-таки попадает вот… Ну, плюс я возьму средненный уровень, плюс-минус в районе 1.09. То есть там есть чуть-чуть выше, есть чуть-чуть ниже. И плюс двойная маржа на 1.08.80 – все-таки этот диапазон я считаю более интересным. Поэтому еще раз говорю, если здесь по евро, следовательно, как и по индексу доллара дадут коррекцию, то есть у нас классная область 1.10.46 – 1.10.83 для будущих продаж вниз на снижение к 0.8.80. Но если этой коррекции вообще не будет, то могут буквально с текущих повалиться к нижним границам рынка. То есть в данном случае речь идет об опционах. Естественно, у нас было перекрытие, полное перекрытие сегмента, было вверху накопление сделано, прогулялись вниз. Поэтому я лично считаю, что движение вниз еще не закончено. Если смотреть на кумулятивную дельту, то мы четко видим сейчас опять-таки рост кумулятивы и при этом отсутствие какого-либо прогресса со стороны покупателей. Если смотреть кумулятивы на протяжении всего падения, мы видим, что активный рост ее начался еще в районе 1.10.60 – 1.10.50. И отсюда начали потихоньку накапливать по аскам, цена падала ниже, ниже, ниже. То есть это частично закрытие продаж, частично покупки рыночные и также еще и лимитные продажи. И сейчас, так как нет реакции покупателей при залитом достаточно крупном точечном объеме и кумулятива при этом делает новые максимумы, то это чаще всего означает, что коррекционное движение, скорее всего, было закончено и дальнейшее движение вниз у нас в приоритете. По фунту, в принципе, ситуация очень похожа. То есть здесь тоже раздалили очень крупные точечные объемы, реакции никакой не последовало на покупку. У меня даже здесь были еще покупки 1.31 сделаны, я их просто закрыл на плюс один пункт еще в понедельник утром. Плюнул, думаю, да нет. С такой отсутствующей реакцией делать нам здесь просто нечего. И самое логичное, как по мне, это дождаться полного перекрытия сегмента по фунту, то есть это движение вниз к классной зонке 1.261.30 и отсюда уже смотреть потом на коррекционный отскок вверх. То есть, как по мне, это самый такой логичный сценарий, потому что он подтверждается здесь и полуторная маржа есть, и опционные заливки сюда попадают, и локальный уровень поддержки здесь есть. И также общий такой крупный паттерн перепозиционирования на продаже здесь тоже присутствует. И звонка продавцов вверх. Короче, здесь очень много факторов указывают на то, что да, действительно уже готовы добивать, а потом будем смотреть на какой-то локальный реверс. Общая картина, конечно, да, у нас растущая. То есть, общую тенденцию никто не отменял. По-прежнему у нас вот рост, можно еще вот такую трендовую накинуть. Все равно получим подтверждение того, что сейчас коррекция, ну даже еще, так грубо, до 50% даже еще не дошла. Поэтому, в принципе, не стоит забывать о том, куда у нас приоритет. Точно так же, кстати, как и по евро. То есть, если посмотреть по евро, то у нас-то тоже приоритет по-прежнему вверх. Сейчас просто формируется его частичное коррекционное движение после теста сильного уровня сопротивления. Поэтому здесь главное дождаться окончания уже этой коррекции. Может на это или на следующей недельке его получим. А потом будем смотреть уже на потенциальную разворотку в обратную сторону. Так же, как и по индексу доллара. А вот что касается золота, здесь интересная картина. Значит, вверху мы накопили достаточно серьезный объем. То есть, если его сравнивать, например, с предыдущим, с нижними, то можно сказать, что вверху у нас рейтинговый профильный объем. То есть, второе по величине. Самый сильный профильный объем у нас однозначно находится внизу, чуть ниже, в районе 2520. И затем же рейтинговый находится вверху. Чаще всего цена, когда формирует рейтинговый объем и это накопление проталкивает, в данном случае, вниз, то подходит к основному объему, то есть к ключевому. Промежуточно, конечно же, мы не забываем про внутренние коррекции. Добивают вниз, а вот потом уже продолжают свое победоносное движение вверх. То есть, я лично вижу вот в таком виде коррекционное движение вниз. Опять-таки, здесь сделаю акцент на том, что пока что это носит именно коррекционный характер. Крупных, прям каких-то серьезных объемов вверху не было. Основные более сильные объемы, они остались внизу. Особенно вот в этой области накопления 2490-2530, вот к этой области. И промежуточная фиксация, это обязательно в районе 2575. Сюда попадает и контрольная маржа, и также еще локально небольшая проторговка. Она, конечно, уже почти в два раза слабее, чем та, что вверху накопление. Поэтому, скорее всего, вряд ли будет у нее разворотный сильный потенциал. Но, как минимум, хотя бы локальную коррекцию, я более чем уверен, нам здесь дадут. А вот потом уже, вот от этой зоны, прям самые-самые интересные покупки будем уже на средний срок рассматривать. Поэтому тут я согласен с тобой, когда ты отметил, что сколько там, 2570, да, или какую цифру назвал. Да. Вот, что там я абсолютно согласен. Вот, но я думаю, что это будет как промежуточная цель. Потому что все-таки золото, если смотреть на общую картину, ну, достаточно сильно уже перекуплено. И крайне не хватает, наподобие, как это было сделано еще в середине текущего года. То есть, вот такой вот двухфазной коррекции вниз. Здесь было аж аналогично, в принципе, сделано. Прокатили где-то 1700 с лишним пунктов. А здесь, если до нижней точки, те же самые, примерно 1600-1700. То есть, это вполне, как по мне, логично будет подобную сделать коррекцию. А потом уже продолжить рост. Что будет триггером, мы не знаем. Может, снова обострение какого-нибудь военного конфликта. Может, какие-нибудь потрясения, рецессии. Да что угодно может быть. Поэтому пока что целюсь стратегически к этой области накопления. Денис, спасибо тебе за рекомендации, за твое точку зрения. Тогда, ну, особенно, да, мне интересно сейчас будет понаблюдать за тем, что будет золото. Учитывая тенденции, которые были определены. Но, мне кажется, мы окажемся с тобой правы в итоге. И локальное минимум еще увидим. И уже в арене следующего эфира проговорим все это. Ну что, тебе тогда хороших трейдов. И сегодня, и в четверг, и в пятницу. И хороших выходных. Тебе и всем подписчикам. И до встречи в следующую среду уже. Спасибо. Тебе тоже успешно доторговать вторую половину, самую активную половину этой недели. Спасибо, Денис. На связи. Пока-пока.